Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Из беседы святителей Иоанна Златоуста о честном исповедании Христа Господнем. Никто да не стыдится честных знаков нашего спасения и самого главного из наших благ, которым мы живем и существуем. Как венок будем носить крест Христов. Все важное для нас совершается через Него. Нужно ли было совершиться возрождению? Явился крест. Нужно ли вкусить таинственную пищу, принять постановление или сделать что-либо другое? Везде является нам этот символ победы. Поэтому мы изображаем Его с великим усердием в жилищах, на стенах, на дверях, на челе и в душе. Это и знак нашего спасения, общей свободы и благоволения к нам Господа. Как овца, введен он был на заклане. 53 глава пророка Исаия. Итак, когда знаменуешь себя крестом, размысли о всем значении креста, укроти гнев и все прочие страсти. Когда полагаешь на себе крест, пусть лицо твое будет исполнено великого терзновения. И душу свою сделай свободной. Знаете, во всяком случае, что дает нам свободу. Что дает нам свободу. Поэтому и Павел, возводя нас к этому, я говорю о приличной для нас свободе, поступал так, вспоминая о кресте и о крови Господней. Вы, говорит, куплены дорогою ценою, не делайтесь рабами человеков. Подумай, говорит, о цене, данной за тебя, и ты не будешь ничьим рабом из людей. Ценой же он называет кровь, пролитую на кресте. Не стыдись же этого блага, чтобы и тебя не постыдился Христос, когда Он придет в славе Своей. И когда наперед явится это знамение, сияющее ярче лучей солнечных. Именно туда явится крест, говорящий самим видом Своим, оправдывающий Господа пред всей Вселенной и показывающий, что Он ничего не упустил из того, что нужно для людей. Это знамение еще при наших предках открывало заключенные двери, оно уничтожало гибельные яды, оно разрушало силу цикуты, оно исцеляло искушение вредоносных животных. Если оно открыло врата ада, поколебалось с воды неба и обновило вход в рай, если перерезало дьявольские сети, что же удивительного в том, что оно победит гибельные яды зверей и все прочее. Если же скажут тебе, ты ж тишь распятого, скажи громким голосом, радостным лицом, да, чту, и никогда не перестану делать этого. Если же кто станет смеяться, пролей над ним слезы, потому что безумствует. Он говорит, возблагодари Господа за то, что Он дал нам такие благодеяния, каких нельзя и узнать без откровения свыше. Он потому и смеется, что душевный человек не принимает того, что от Духа Божия. Послание Коринфянам. Коринфянам. Я хочу сказать, что если бы здесь были на лицо всех Елены, мы скажем с тем большей свободой, что крест – это наша радость и главное из него из всех благ, что Он нашей свобода и совершенный венец. Я хотел бы получить возможность сказать вместе с Павлом, для меня мир распят и я для мира. Галатам 6 глава. Но я не могу так, как отечен разнообразными страстями. Поэтому умоляю вас, прежде же вас, себя, пригвоздиться миру и не иметь ничего общего с землей, но взирать на горнее Отечество, на нездешнюю славу и на вечное благо. Мы воины Царя Небесного и обличены в духовное оружие. Зачем же мы ведем жизнь лавочников и бродяг, даже более, как жизнь червей? Царь земной не позволил бы быть всем в царском дворце и даже около него. Царь же Небесный хочет, чтобы все были вблизи царского трона. Но каждый скажет, можно, будучи здесь, стоять возле того трона. Но ведь Павел, будучи на земле, был же там, где Серафимы, где Херувимы, и ко Христу был ближе, чем к телохранителям и к царю. Они часто обращают свои взоры повсюду. Этот же ни о чем не думал. Ничто его не привлекало, но все его мысли были напряжены по направлению к царю и Господу. Аминь. Завтра утром в 8 часов в Божественной Литургии. Кто готовился к Исповеди, оставайтесь. С миром Божиим!